Всем привет! Давайте пару слов сначала о себе скажу, чтобы создать некий фон. Меня зовут Лёша, я закончил ИСТФАК МГУ, потом я учился в бизнес-школе в Словении, работал в рекламе, и в какой-то момент у меня, знаете, волны дошли до души моей. Я дело это бросил, и у нас с друзьями как раз развивался благотворительный проект по социальной адаптации воспитанников детских домов, и я начал активно впахивать в его пользу. И так как я в рекламе занимался как раз продажами, то я начал заниматься привлечением денег от крупных корпоративных спонсоров. И года полтора, наверное, все шло очень медленно, но был же процесс в принципе медленный. И потом начало наконец получаться, сейчас порядка 11 миллионов уже суммарно я привлек на наш проект, что не то чтобы какие-то там колоссальные деньги по меркам благотворительного рынка, но сейчас у нас все ширится и ширится. И вдавал к этому я алтарник в храме с той мученицей Татьяны при МГУ. Вот. Если говорить о том, что, ну вообще прям, начиная с самого главного, что важнее всего в сборе денег с крупных корпоративных благотворительных. Важнее всего то, как вы одеты. Ваш костюм. Это ваше лицо. Вы приходите, люди вас встречают по одежке, это говорят не зря, не случайно. Поэтому если собрались, первым делом нужно купить костюм, лучше всего итальянский, лучше всего в Милане. Подождите. Что, никого не возмущает то, что я говорю? Нет, вообще, ну чухня полная. Конечно, не важен никакой костюм. И показательно, на самом деле, что никто не начал возмущаться, потому что, к сожалению, вот подмена содержания внешними форумами, она распространена везде и в фандрейзинге тоже. И первое, от чего я хотел бы предостеречь, это от подмены содержания внешними форумами. Сбор денег – это отношения. Люди вам дают, люди, организации, кто угодно, дают вам деньги, потому что у вас с человеком и у вашей организации с другой организацией возникают отношения, в результате которых появляется доверие, по-английски это называется commitment, когда люди готовы давать деньги на то, что вы делаете. Без отношений ничего этого не будет. И никакие, не знаю, там рассылки, презентации, встречи, ваш внешний вид, все остальное никакого смысла иметь не будет. Тут два варианта – или отношения, или взятки. Взятки, слава богу, я как бы не давал никогда в рабочей деятельности. Там последняя, единственная, наверное, попытка дать взятку была лет в 17, когда меня в метро поймали с бабушкиным проездным. Вот, ну тогда мозгов еще не было. Как только появились, слава богу, не возникало ничего такого, и вам не советую. Поэтому отношения. Отношения, они вообще строятся на самое главное. Что человек может получить от человека и компания, с которой вы работаете, раз мы говорим про корпоративный фандрейзинг, то это компания. Может получить от работы с вами. Это может быть некий нематериальный какой-то профит. Например, чувство того, что они прикоснулись к чему-то большому, значимому, что они помогли людям, что они в чем-то участвуют. Причем тут, ну, можно встретить иногда позицию, что не нужно на это напирать, потому что это, не знаю, провоцирует гордыню, всякое остальное. Ну, тут, мне кажется, с этим надо осторожно, но ничего плохого нет. Люди, они хотят как-то участвовать, и они, ну, там, потребность быть хорошим, в принципе, и делать что-то хорошее, она у всех людей есть. Не будете говорить о ней вы, они скажут кто-то другой, кто, там, может быть, не так разумно распорядится вашими деньгами, ну, потенциально вашими. И, там, начнут давать деньги, не знаю, там, мафии нищих, например, или, там, еще куда-нибудь, каким-нибудь мошенникам, которые в интернете собирают деньги, лжеволонтерам из ООО «Милосердие», которые, вот, например, Володя недавно раскрыл банду такую. Можете почитать про этот репортаж. Вот, поэтому, первое, это что компания может получить. Самое простое, нематериально, все хотят прикоснуться к прекрасному, но здесь мы сталкиваемся со сложностью. Сложность простая. Ее сформулировал один из теоретиков маркетинга Jack Trout. но она называется «Отличайся» или «Умри». Благодаренных организаций дофигища, и тех, кто просит деньги, тоже очень много. Поэтому, если вы просто придете с предложением, вот, мы вот хорошее дело делаем, то будьте уверены, у человека, который распоряжается серьезными деньгами, у него таких предложений выше крыши. И просто упирать на то, что вот мы хорошие, помогите нам, практически бесполезно. Тут единственный вариант, ну, два варианта. Или вы ходите с этим человеком в баню, ну, там, не знаю, играете в гольф, занимаетесь дзюдо, катаетесь на горных лыжах, там, раньше было популярно в теннис играть. Или вы настолько ангелоподобны, что человек сразу понимает, да, вы гораздо лучше, чем все остальные, и, ну, ваше дело гораздо лучше, чем остальные дела, на которые приходят просить деньги. Я вот таким ничем не располагаю, поэтому приходилось вертеться, сейчас расскажу про то, как можно к этому подходить. Здесь, соответственно, поэтому от преимущества, которое есть, оно базовое, оно общее для всех, нужно переходить к каким-то другим выгодам, которые ваша компания может принести бизнесу. И здесь две стороны. Первая сторона – это что у вас есть, и нужно знать себя. Суньцзы, китайский военный теоретик, древнекитайский, он писал, что если ты знаешь себя и знаешь врага, ты будешь побеждать всегда. Если ты знаешь себя, а врага не знаешь, то будешь что побеждать, то проигрываешь. Если не знаешь ни себя, ни врага, не победишь никогда. Вот в данном случае мы меняем врага на партнера, и получаем, что нужно знать себя, какую пользу вы можете принести. Это не очевидно на самом деле. Мы к этому пониманию шли года полтора, наверное, хотя казалось бы, вроде как все очевидно, но оказалось, что нет. Я про это расскажу подробнее. Поэтому нужно просто приучить себя думать, если вы собираете деньги на свой проект, в терминах, о чем вот это может быть полезно для других людей. И когда вы привыкнете думать в такой парадигме, вы потихоньку начнете видеть больше и больше. Мы, например, у нас основной способ зарабатывания денег это корпоративное волонтерство. И мы чем дальше, тем больше видим в этом преимущество, которое компания сотрудничества с нами может извлекать. То есть, казалось бы, все просто, волонтерство, но в Африке волонтерство, но чем дальше закапываешь, тем больше преимуществ видишь, тем больше возможностей разных видишь. Сейчас мы, например, делаем корпоратив для крупного системного интегратора, который, игровой корпоратив, делаем игру, но сотрудники участвуют в подготовке этого корпоратива. То есть мы выступаем в роли скорее коуча, чем непосредственно исполнителей, и их сотрудникам помогаем писать сюжеты для этой игры, готовить реквизит, ну и так далее. И получается, ну опять-таки, казалось бы, обычная вещь – ролевая игра на корпоратив. Ну то есть там необычная, но понятная какая-то. Но вот здесь такая грань открывается, что сотрудники не просто приехали, побухали и уехали, как это бывает на корпоративах, а они заранее вовлечены в подготовку, за счет этого у них повышается мотивация, они осваивают новые навыки, они друг с другом больше знакомятся. И вовлеченность в весь этот процесс повышается. То есть корпоратив зачем нужен? Чтобы у сотрудников выше была мотивация, чтобы они реже из компании увольнялись, дольше работали, потому что затраты на поиск сотрудников, особенно квалифицированных, очень высокие, и были более увлечены, то есть работали лучше. И тут просто добавив вот такое вот измерение, получается уже услуга качественно иная. То же самое применимо в полной мере к фандрейзингу. Человек от сотрудничества с вами что получает. Есть классный кейс, называется Маракуйя. Кто слышал про него? Найдите в интернете Маракуйя, посадить дерево. Это проект по фандрейзингу на восстановление лесов. Тема довольно избитая, все на это собирают, но много кто на это собирает, но они революционный подход нашли. Ты не просто можешь скинуться на посадку лесов, ты можешь купить дерево. То есть где-то посадят дерево в твою честь. Просто платишь, ну я не помню, сколько там, 100 рублей или 300 рублей. Ты можешь на карте выбрать квадрат, гектар на гектар, где посадят дерево в твою честь, и там посадят дерево в твою честь. И тебе об этом выйдут сертификаты, что вот дерево посажено в твою честь. Ну ты можешь посадить там одно дерево, два, десять. Ты можешь этот сертификат подарить кому-то. То есть на день рождения приходишь к человеку и говоришь, слушай, я тут думал купить тебе очередной пылесборник, у которых у тебя уже миллион дома, и которые тебе не нужны, только отягощают твою бренную оболочку. Но подумал, что вот целый гектар леса высадят в твою честь. Вот я тебе вот это вот дарю. Ты как бы, получается, делаешь вклад в легкие планеты. И фантастически успешный проект. Они какие-то там бешеные бабки собирают. Таким образом, к вопросу, да, вот что человек может получить? Ну они действительно сажают леса или просто фикция? Я так понимаю, что они действительно сажают леса. Если это фикция, их еще никто не посадил, то еще там можно у них, наверное, поучиться чему-то другому. Не то, чтобы я к этому призываю. Ну я так, ну, вроде считал всегда, что они действительно сажают леса. Вот. Итак, значит, мы... Краткое такое summary, чтобы ничего не потерялось. Мы прошли путь от того, что нужно, чтобы люди и организации получали вознаграждение, не взятка, вознаграждение некого рода от общения с вами. Это может быть эмоциональная выгода, что они делают хорошее дело, приобщаются к нему. И это может быть выгода существенная, содержательная. И здесь вам нужно хорошо знать вашу организацию. Чем ваша организация может быть полезна крупной компании. И здесь нужно для этого знать крупные компании. Все крупные компании любят ивенты. Все крупные компании любят что-то, что хорошо выглядит на страницах газет, журналов и типа того. Вот у нас, например, конкретный пример из нашей практики. У нас наш крупнейший спонсор вместе с нами реализует свою пиар-историю. И благодаря нам у них много поводов, с помощью которых пиарщики продвигают их продукт. То есть у них, к сожалению, мы связаны договором, о котором мы не можем рассказывать об этом сотрудничестве. Но суть в том, что у них есть продукт, который позиционируется как очень такой позитивный, положительный и всякое такое. Но чтобы это позиционирование имело под собой основания, они с нашей помощью реализуют программу по социальной адаптации детей. И таким образом у них есть некое рыночное преимущество тоже. Вообще вопрос того, чем может быть полезно, я на нем все останавливаюсь и останавливаюсь. Он потому, что чрезвычайно широкий. И вы, когда начнете думать о том направлении, очень многое откроете. Я вам сейчас покажу презентацию. Вот это как раз тот фрагмент, который не нужно фиксировать на видео. Ну, слайде, в смысле. Есть крупный автопроизводитель, который, понятное дело, в кризис, так же, как остальные, страдает от спада на рынке, с одной стороны. С другой стороны, у них в правилах по корпоративной социальной ответственности прописано, что они должны помогать нуждающимся, заниматься образованием и всякое такое. Про это будет отдельная часть презентации. Помните, я говорил про Суньдзи, что знаешь себя и знаешь врага. Кроме того, чтобы вы знали себя, нужно еще знать партнера, к которому вы приходите. Почитайте, что у них написано на сайте. Если это транснациональная компания, что у них написано на основном сайте, англоязычном, потому что это хорошая возможность оперировать к соответствию глобальным стандартам компании. Сейчас вы на примере этого кейса увидите. То есть приходить просто, ну, дайте нам деньги на детишек. У нас, честно говоря, не сработало ни разу. Один раз сработало. Вот компания Сплат, святые люди. Я к ним стучался, стучался. Они такие, ой, ну у нас вот все, уже все кончилось, кончилось, все, денег нет. Потом они, потом сами написали, ой, слушайте, у нас 200 тысяч осталось, хотите? Я говорю, конечно, хотим. А что мы вам за это сделаем? Что вы хотите? И такие, да ничего не надо, просто берите и используйте. Святые люди. Вот единственный раз такое было, больше ни с кем никогда. Всегда компании что-то хотят взамен. Вот, слушайте, наверное, на этом надо подробно остановиться, почему компании что-то хотят в обмен, в принципе. И есть ли что-то постыдное в этом? Потому что тоже есть мнение такое, что если компания тратит деньги на благотворительность, она это делать должна совершенно бескорыстно. Ну, во-первых, не должна, а во-вторых, даже лучше, когда она делает это небескорыстно. Почему? Ну, вот если смотреть с точки зрения, например, христианства, то человек, компания, который распоряжается деньгами, он таким образом, ну, там, трудновато, мне кажется, сказать, что это можно расценивать как милостыню, потому что менеджер распоряжается не своими деньгами, а раздавать милостыню за чужой счет, это как бы легко и приятно, конечно, но не имеет отношения к жертве. Если же смотреть с точки зрения sustainability, устойчивости всего этого, то когда компания получает выгоду от сотрудничества с вами, она будет с вами сотрудничать дольше, в больших объемах, ну и вообще в принципе, когда компания получает выгоду от благотворительности, она просто будет больше денег вкладывать в благотворительность. И это хорошо, потому что смысл благотворительности в том, чтобы менять мир. И вы таким образом сможете лучше, эффективнее менять мир. Тут, ну, просто иногда встречается, к сожалению, такой снобистский подход. Мы вот сейчас как раз обсуждали с Юрием, с Володей, с Александром это вот за чаем, что вот люди считают, что благотворительностью должны заниматься святые люди, которые ничего не едят, ничего не пьют, деньги им не нужны. Это на самом деле не так, деньги нужны и вам, так как вы занимаетесь благотворительностью, и компаниям, которые на это выделяют деньги. Вот, и человек, который распоряжается деньгами, ему потом за эти деньги отвечать. Это важнейшая штука, которая отличает случайного жертвователя, условно говоря, там на улице или в интернете, от крупной корпорации. Человек в интернете просто пожертвовал там 100-500 тысяч рублей, не знаю, сколько ему не жалко, на проект через там карточку или еще как-то, или смс-ку прислал, и все, он в ответе только перед собой, ну, если он там несовершеннолетний, его родители могут спросить, куда-то деньги потратить, он скажет, ну, я на благотворительность потратил, и скажет, молодец, молодец. Вот. А человек в крупной компании, он потом пойдет с отчетом к комитету по благотворительности, и они у него будут выяснять, а почему ты сюда потратил деньги, а почему не в другую организацию, а какие у тебя еще были запросы, а как ты измерял эффективность того, что ты потратил. Ну, потому что там речь идет, там, о сотнях тысяч, о миллионах рублей, это серьезные деньги, и за них нужно отчитываться. Плюс еще, естественно, все пытаются, так как у нас, к сожалению, до нельзя коррумпированная страна, то человеку нужно отчитаться так, чтобы ни у кого не возникло подозрения, что он взятку получил. Вот. И поэтому ваша работа с ним, соответственно, тоже должна строиться таким образом, чтобы никто не заподозрил, что он взятку получил. Все там должно быть максимально открыто, прозрачно, и все выгоды компании должны быть показаны четко. Это вторая причина, по которой очень важно выгоду для вашего партнера закладывать в сбор денег с корпоративного благотворителя. Скажите, пожалуйста, все ли понятно, что я говорю, что у вас вызывает возражения, вопросы, а то я тут как питонка. Скажите, пожалуйста, когда приходите, если вы или что-то используете, через кого вы идете? Это пиар-отдел? Обычно это или пиар-отдел, или отдел по корпоративной социальной ответственности, но чаще всего пиар. А у вас есть какая-нибудь форма диалога, как вы начинаете разговор с людьми? Понятно, что вы давать, если вы идете, вы уже после выявлений, дайте мне денег. Как вы начали с вами? Форма разговора нет. Я в этом смысле отталкиваюсь от концепции Александра Деревицкого, царствия его небесной, персонализированных продаж и против зомби-продавцов, которые одними и теми же диалогами разговаривают со всеми, а тут как бы в каждой ситуации уместно свое. Понятное дело, что есть там определенные этапы, что вы сначала знакомитесь, потом вы отправляете, условно говоря, информацию о себе, происходит такое более близкое знакомство уже, потом вы потихоньку начинаете обсуждать саму возможность сотрудничества, потом вы начинаете обсуждать же предметы. Это может происходить как угодно. Чем меньше в этом электроники, тем лучше, чем больше живого общения. Но при этом мало кто... Важно понимать, что время человека, который отвечает за большие деньги, стоит дорого. И тратить его на просто потрындеть, это неуважение к человеку, и ему самому это будет некомфортно. Поэтому тут нужен такой баланс, чтобы с одной стороны у вас наявился живой контакт, а с другой стороны, чтобы не было такого, что человек на вас слишком много времени тратит, и ему от этого некомфортно. А размер суммы вы... Как это определяется? Размер суммы... Давайте про это чуть попозже. Я хотел у меня вопросы по вот этой части. И, соответственно, я вам сейчас просто покажу презентацию проекта, который мы этой компании предлагаем. Смысл в чем? Смысл в том, чтобы их отделу маркетинга, который, собственно, с которым мы работаем по этому проекту, показать, что, во-первых, благотворительность может быть не просто благотворительность, а может быть полезной для компании. Во-вторых, показать, что с пиарной точки зрения проект для них выгоден. И, в-третьих, показать, что он полностью соответствует корпоративным гайдлайнам, и что их, если они этим проектом займутся, только похвалят. Ну и там в красках показать, как это все может выглядеть. И тут, к счастью, есть всякие полезные исследования, которые показывают о том, что умные вложения в благотворительность повышают эффективность бизнеса, о том, что компании, в которых у сотрудников высокая вовлеченность, имеют втрое большую операционную маржу, чем компании, у которых низкая вовлеченность сотрудников. А все какие исследования были? Нет, это все исследования на американском материале, но важно понимать, что люди, они везде в целом похожи. И, ну, там в России разница может быть, например, не в три раза, а в два, но все равно в любом случае там тренд понятен, что это повышает эффективность компании. И расходы на благотворительность для крупных компаний, они в любом случае неспоставимы с объемом бизнеса. Поэтому, грубо говоря, там повышение эффективности даже на полпроцента для крупной компании какой-нибудь оно слегка компенсирует все затраты. Поэтому тут важно скорее тренд показать. Вот. И мы, соответственно, ведем речь о том, что сотрудничество с благотворительным проектом, особенно в тяжелое время, оно повысит для людей ценность от приобретения их автомобиля. Потому что, как в мире конкуренции выживать, повышает ценность от приобретения. Но повысить ценность от приобретения автомобиля можно двумя путями. Сделать лучший автомобиль, но это тяжело и дорого. А можно добавить какой-то эмоциональный бенефит. Вот здесь речь идет именно о том, что обычные люди получат эмоциональные преимущества, тем более, что у них есть линейки типично женских автомобилей. А известно, что наиболее восприимчив глагодильности в России, в мире женщины. Они там больше жертвуют, чаще помогают. Тут, как вот опять-таки Володя шутил, когда в очередной раз тема национализма разгорелась, что как-то там говорил, что прочитал описание типичного русского где-то и по всему получилось, что это портрет типичного представителя благотворительной тусовки, которая на 80% состоит из еврейских женщин. Большинство людей в благотворительности женщины, там мужчины скорее исключение. И жертвы женщины тоже больше. Тут есть про это исследование КАФ, тоже классное, зайдите к ним на сайт, почитайте. Вот. И, соответственно, речь идет о том, что давайте преимущество эмоциональное вот какое должно быть помощь детишкам. Потому что, опять-таки, согласно исследованию КАФ, 88% тех, кто жертвовал из физических лиц деньги на что-то, жертвовал на детишек в той или иной форме. Ну и вообще, в принципе, первая мысль для большинства людей, кому помочь, детишкам, конечно. Те, кто профессионалы благотворительности, я не знаю, что там такие провисающие ниши, в которых не хватает ни людей, ни проектов, не денег, это там помощь старикам, пожилым людям. Там, к сожалению, просто не приходит в голову людям даже помогать. А вот детям все как бы. Давайте там ездить в детские дома. Мы там сейчас проводим исследование как раз, кто помогает детям в детских домах, ну в смысле, кто к ним ездит. И вот мы посмотрели в двух детских домах из наших, московских, и уже там картинка такая, что туда к ним ездит какой-то там клуб стритрейсеров, ночные, кто-то там, не волки, но там еще кто-то, Mary Kay с программой «Подбери свой парфюм», там еще что-то. То есть все хотят что-то сделать. ну и соответственно, что так как все хотят помочь детишкам, эмоциональная выгода повысит шанс, что люди будут покупать ваше авто, то вот мы вам предлагаем партнерство и выглядеть это может примерно так, сейчас вам покажу, как это примерно может выглядеть, примерно вот так, чтобы, ну условно говоря, там как рекламный макет или там ролик или месседж может выглядеть, чтобы покупая наш автомобиль, вы помогаете воспитаннику детского дома принять участие в сверхсовременной технологичной программе социальной адаптации, а покупая набор премиальных функций к нашему автомобилю, вы даете такую возможность двум выпускникам. Ну то есть прямой такой посыл к росту продаж. То есть именно идет стимуляция, которая, понятное дело, сработает редко, но какие-то там дополнительные продажи наверняка компания принесет, и это отчасти поможет это социальное усилие покрытия, можно даже там прибыль принести. Да, то есть получается вы в некотором роде делаете работу пиар-струб. За них, то есть вы, это не они такие ходы, а вы предлагаете за них подумать и на готовом году респрезентации им так и предложить. Смотрите, что вы. Вы получите, да? Отчасти, да. Так они работать не хотят. Отчасти, да, то есть не столько работы пиар-службы, но потому что эту работу пиар-службы все же не хотят. Ну, это достаточно большое проникновение вглубь собственных задач. Да, да, да. И это как раз возвращает нас к тому, что, цитировал вам из Суньзы, вам нужно знать вашего партнера. И, да, вот важно, то, что вы сказали, делайте работу, это очень важно на самом деле тоже. Если вы будете собирать деньги с крупной компанией, вам придется делать много работы за корпоративного партнера. Еще на этапе подготовки вашего предложения, потому что, опять-таки, времени очень мало у людей в компаниях крупных, у них очень много задач, огромное количество проектов, если вы не сделаете часть работы за них, то просто очень малые шансы, что вы сможете получить какой-то крупный контракт. Вот. И, да, и по содержательному наполнению соответственно, что важно, опять-таки, для пиара. Если ваше пиар-предложение как-то связано с компанией, то оно должно подчеркивать какие-то уникальные особенности этой компании. Ну, в данном случае эта компания пиарит свои машины как там нечто инновационное и технологичное, и здесь мы проводим параллель между инновационностью нашего подхода, образовательные игры для детей в детских домах это в России инновационное, в Европе не очень, мы сейчас ездили обмениваться опытом со шведскими коллегами и у них там прямо это и в школах используется и вообще везде образовательные игры и для детей, и для взрослых и там в Европе в том году сороковая, что ли, прошла конференция по играм в образовании. У нас это инновация, это, ну, легко в пиарном поле провести параллель с тем, что делает компания. И, во-вторых, проект мы увязываем здесь, то есть выходим за рамки нашего проекта и привязываем наш проект к автопрому, то есть мы предлагаем не просто социальную адаптацию, профориентацию в автомобильной тематике для детей из детских домов, помощь в поступлении в профильные колледжи или университеты, ну, в частности, в университет машиностроения, который мы дружественно поглотили, наша команда, и поэтому можем легально и комфортно устраивать туда детей из детских домов в случае, если эта программа будет реализована, и наставничество, так, чтобы потом лучших этих детей, лучших из этих детей и компания могла принимать к себе на работу. То есть мы здесь решаем такие троякие задачи, еще вдобавок к хорошему пиару, мы решаем еще проблему кадрового голода, потому что вообще в принципе хороших сотрудников все говорят, что не хватает, в общем, не хочу сказать, что в России мало хороших сотрудников, но все говорят, что не хватает хороших сотрудников, и особенно это относится к рабочим профессиям, здесь обитые хорошие синергии с детскими домами, потому что дети из детских домов очень редко идут в ВУЗ, это там некая объективная реальность, которую тяжело преодолеть, зато они часто идут в колледжи, и здесь если толково подойти, то потом просто компания сможет получить много квалифицированных рабочих, которые могут работать там в сервисных центрах, мастерских, и так далее. Вот. И финальная часть это у... Да, ну вот видите, я тут даже набросал, условно говоря, там как могут статьи выглядеть, мне правда там коллега-пиарщица из работающего в большом пиар-агентстве сказала, что невозможно сделать так, чтобы в приличном издании название компании появилось в заголовке, ну там почти невозможно и за исключением, не знаю, там отзывает всю свою продукцию с российского рынка, или там разорилось, вот в таких случаях возможно, а так нет. Вот, ну надо будет, значит, поправить. Вот. И... Да, финальная часть это про соответствие глобальной стратегии как раз, что вот то, что мы предлагаем, оно полностью соответствует стратегии благотворительности, которую исповедует ваша компания. То есть месседж какой, что если вы этот проект возьмете, дадите нам на него деньги, мы будем вместе его делать, вас никто не накажет, вас наоборот, штаб-квартиры похвалят, может даже кого-то повысят. Это тоже важно, да, что там персональный человек, который работает с вами, что он сможет получить. Ни в коем случае не взятки, сейчас говорю, да, ну, например, там интересные проекты и перспективы карьерного роста, или там повышение известности этого человека. мы переработаем с Ростелекомом, и я сейчас активно зову, чтобы коллеги подавали наш совместный проект на лидер корпоративной благотворительности, потому что у нас, с одной стороны, действительно проект интересный, с другой стороны, он поможет этим людям вырасти, ну, потому что понятно, что там сотрудник, который выступает на конференциях, он ценнее для компании, чем такой же сотрудник, но который не выступает на конференциях. То есть профиль этого сотрудника повышается, и это тоже для нас выгодно, потому что, ну, если сотрудник получает эти вот преимущества от работы с нами, то он с нами будет больше любить работать. Там останется он в Ростелекоме, или он там, я не знаю, там уйдет в другую компанию, там через сколько-то лет, он все равно потом позвонит и скажет, слушайте, давайте, потому что просто с нами будет хорошо, он будет расти. Вот, и тут я очень глубоко вгрызся в их гайдлайны по корпоративно-социальной ответственности за глобального сайта, и оказалось, что прям вот вообще все тюдельку в тюдельку проходит, ну, вот полное соответствие про то, что это должно быть связано обязательно с автопромом, и там с уникальными преимуществами Ниссаны, с обучением, вот, и просто все это красиво завернул в слайды, да, красиво заворачиваю слайды, вот, понимаете, про костюм сказал, есть доля правды в этом, красивые, привлекательные слайды и внешний вид, они имеют все-таки значение какое-то, не ключевое, но тоже имеют, вот, и опять-таки апелляция к уже существующему опыту тоже важна, никто не хочет быть первым, потому что, ну, кто знает, что там, первым рискованно, люди не любят рисковать, когда вы показываете, что уже что-то подобное есть, ваша компания это уже делает, пусть даже в другой стране, это уже облегчает людям, в принципе, принятие решения, они видят, ну, да, там, вот, что-то похожее есть там в Японии, Великобритании, в Мексике, ну, значит, и в России, наверное, можно, а если мы еще сделаем и лучше, так вообще отлично, вот, как-то так. Есть такая штука, в маркетинге называется воронка продаж, и вот сюда у вас входит много всего, а отсюда выходит мало всего, и важно определить для себя этап, на котором вы начинаете закапливаться, то есть, грубо говоря, вы там, вот у вас есть, например, 10 контактов, ну, то есть, вы пошли на конференцию, например, там познакомились с 10 людьми, и у вас уже пошел некоторый отсек, допустим, у вас организация, ну, не знаю, Рога и Копыта называется, например, Благодарительный фонд Рога и Копыта, вы занимаетесь тем, что вы лечите Рога и Копыта больных коров, и вы такие смотрите, значит, организации, так, Газпром, ладно, подходит для первого этапа, там еще, 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 еще кто-то, и там, не знаю, какой-нибудь, например, мясокомбинат, и вы понимаете, что, наверное, мясокомбинат, с одной стороны, может быть, как бы и не захочет, а с другой стороны, наоборот, им нужно показать, что не такие они и плохие, и вот о Рогах и Копыта заботятся, и, то есть, вы уже видите, так, мясокомбинат, значит, ему нужно уделить внимание какое-то, и вы там, например, звоните по этой визитке, говорите, слушайте, ну вот у нас, понимаете, такая сложность, что с одной стороны, вроде как мы заботимся о коровах, а вы их убиваете, но с другой стороны, вам же для имиджа-то хорошо будет, если вы будете помогать больным коровам, и они такие, да, слушайте, а может и хорошо, но это если, как бы вы этически считаете допустимым обращаться в таком случае к мясокомбинату, или, например, смотрите, какая-то компания, которая, ну, совершенно точно не подходит, например, ну, вообще никак, просто не из ее сферы, и вы тогда эту визитку там сразу убираете, например, я не знаю, ну вот там, допустим, есть благотворительный фонд искусства, наука и спорт, вроде как не туда и не сюда, ну, то есть если вы не сделаете спорт и помощь из лечения копыт больных коров, или там науку, то не получится, и вы сразу эту визитку в сторону убираете, дальше у вас вторичный фильтр идет, вы в день конференции всем написали, сели, открыли ноутбук, написали вечером письмо всем, привет, мы там с вами сегодня познакомились на конференции, тара-та-та, а вот, кстати, коротенькая презентация от вас, и там отправились какую-нибудь презентацию, там, которую за 5 минут можно посмотреть, и понять, чем вы вкратце занимаетесь, и потом заходите в интернет, и, ну, грубо говоря, там, не знаю, по 3 минуты на каждого партнера выделяете, посмотреть, а вообще, чем, в принципе, этот партнер занимается, что у него есть в благотворительности, на сайте, как правило, можно найти такую информацию, и там уже что-то проясняется, вы, например, видите, что там компания Nestlé, она занимается экологией, ага, значит, уже, ну, экология, в принципе, там, близко к рогам и копытам, значит, нужно закопаться подальше, а где-нибудь написано, например, прям, мы ненавидим экологию, и никому, никаким животным не помогаем, это просто вот наша ненависть, всех этих животных сгноить бы, и вы такие, ну, окей, ладно, сгноить, и все, значит, нам не по пути, и у вас таким образом постоянно сужается, да, кто-то там выбывает, и на каком-то этапе вы видите просто, что остается достаточно немного компаний, с которыми действительно перспективное, может быть, сотрудничество, и там уже нужно закапываться глубоко, альтернативный вариант, вы такие сидите в бане, а друг вам говорит, ой, слушай, я, кстати говоря, распоряжаюсь деньгами за благотворительность в большой компании, или такой, ой, а кстати, а что бы нам твой проект не продвинуть, к нам в компанию, и вы такие, ну, давай подумаем, как бы это можно сделать, потому что когда у вас есть адвокат, который к вам хорошо относится, адвокат в смысле, не в смысле юрист, а в смысле, который будет вас продвигать, защищать в компании, это всегда большой плюс, то уже, как бы это повод сразу же глубоко закопаться, собственно, с автопроизводителем так и произошло, и тогда уже вы раскапываете, и собираете материал, и понятно, что там, да, вы там где-то раскопали, подготовили, в целом у вас, как бы вот отсюда до денег, в районе там 1-2% дойдет, то есть вам нужно там каких-то осмысленных контактов, чтобы получить контракт, в районе, наверное, 100 примерно, и это адская работа, и это следующее, что я хотел бы сказать, что существует, об этом же говорил Митя недавно на какой-то конференции, существует опасная иллюзия, что вы можете обеспечить продвижение своей компании, какое-то серьезное, малыми силами, это не так, чтобы собирать деньги с крупных компаний, нужно или заниматься этим на там существенную часть рабочего времени, ну, как минимум на полставки, условно говоря, то есть там тратить каждый день не меньше 4 часов на это, ну, там плюс-минус, или быть человеком такого уровня, который легко открывает двери, ну, условно говоря, не знаю, если в МР, вам достаточно позвонить в крупное предприятие, расположенное у вас в городе, и сказать, слушай, вот тут как бы есть интересный проект, подумай о том, чтобы его поддержать, и у вас тогда как бы не в одном проценте случаев это будет получаться, а там в 20 процентах случаев, и тогда вам как бы можно, ну, тоже вполне себе стратегии, да, вы там можете, не знаю, там попробовать стать мэром, или там генеральным директором металлургического комбината, или там городообразующего, или там еще что-нибудь, и тогда вам просто, тратя малое количество времени, можно будет иметь серьезную эффективность, но если этот случай не про вас, то нужно заранее подготовиться, что времени на это идет достаточно много, и что вам придется встречаться, списываться, созваниваться с людьми, готовить презентации, писать статьи в журнал «Филантроп», ну, и там еще куда-нибудь, ну, в ведомостях просто, потому что не опубликуют, скорее всего, вот, а вот где-то в какой-то специальной прессе опубликуют, и это дофига времени, ну, вот у меня ушло примерно года полтора, от начала работы до первых серьезных денег, вот, ну, то есть там какие-то там небольшие деньги в середине процесса привлекались, вот, ну, то есть там надо к этому быть готовым, я просто там жил случайными заработками, и там тем, что осталось от работы в рекламе, каких-то там больших образовательных проектов, которые были до этого. Вот, так что, ну, просто будьте к этому готовы. Ну, или знаете, как это еще есть, может быть, я не знаю, там, вариант, как у мусульман, 15 минут, но каждый день, вот, ну, тоже там, по крайней мере, начнете тратить 15 минут каждый день, грубо говоря, потом там это будет час каждый день, а потом как-то это все мягко перерастет уже в возможность заниматься, ну, потому что, грубо говоря, час каждый день кто угодно может тратить на это, пол рабочего дня, например, никто угодно, потому что надо работать, там, кушать и всякое такое. Ну, вот там сейчас каждый день, например, это может вырасти вполне себе в самостоятельное занятие, когда вы уже там таким образом какие-то деньги привлечете, и вам будет что кушать. И важный пункт, это связанный уже с тем, что я говорил про ответственность и отчетность, это такая вещь, цикл продаж. Сколько времени уходит от первого контакта с человеком на получение денег от компании? Если это какие-то серьезные деньги, то, скорее всего, это не меньше полугода. Вот, то есть там какие-то маленькие деньги, ну, там, не знаю, до 100 тысяч, это там можно, может и за месяц получить, если удачное стечение обстоятельств и всякое такое. А если речь идет о суммах там больше 100 тысяч, то, скорее всего, это не меньше полугода, потому что, ну, вы такие, представьте себе вообще, как этот процесс происходит, вы такие там познакомились с человеком и написали ему в тот же день. Он такой, не знаю, там, через 3 дня вам ответил, ой, спасибо, что написали, к сожалению, сейчас нет времени посмотреть. Вы такие ему через неделю напомнили, ну, привет, как вы посмотрели? Он такой, ой, сейчас времени что-то совсем нет. И так 2 недели, до 2 недели может уйти, пока он просто тупо посмотрит вашу презентацию. Потом вы там начинаете думать вообще о том, что бы можно вместе делать. И на это тоже какое-то время уходит. Потом вы выслаете первое конкретное предложение. Смотрите, мы вам предлагаем вот это. Он такой, ой, это интересно. Там смотрит, какое-то время он на это медитирует, у него выстраивается понимание, что надо делать. Он там начинает это обсуждать с коллегами. Ну, потому что ему там отвечать перед коллегами, и он все согласовывает заранее, скорее всего, перед ними, чтобы потом не было, не дай бог, никаких сюрпризов. И в любом случае там без одобрения благотворительного комитета деньги не выделят. Например, там заседание благотворительного комитета 25-го числа каждого месяца, а там предложение вы прислали, не знаю, там, 1-го числа. Вот там это дошло до благотворительного комитета. Они говорят, ну, интересно, но надо доработать, поменять вот это, вот это, вот это. Вы там еще 3 недели дорабатываете, потом человек уходит в отпуск, и в итоге это там еще до следующего 25-го числа месяца, ну, там, условно говоря. И потом вы там начинаете уже работать над составлением документов, тыры-пыры, и они потом там переводят деньги тоже, там, 28 календарных дней. Короче, меньше полугода очень маловероятно. Скорее всего, там, если это большой крупный контракт, то еще больше. А полументарные сроки отчетов или показатель как присутствуют? Это, как договорить. Ну, вот у нас, например, там, с основным нашим спонсором мы предоставляем подробный ежемесячный отчет. Ну, там, типа, презентация, не знаю, на 100 слайдов, условно говоря. Вот, важный нюанс. Значит, во-первых, так как мы ведем отношения, то, вне зависимости от того, как проверяют, важно, чтобы вся информация была точной и правдивой. Ну, потому что, я не знаю, представьте себе, что ваша жена вас обманула, например, в мелочи какой-то даже. Неприятно. Вы не разведетесь, но неприятно. А тут, как бы, отношения не супружеские, поэтому могут развестись. Поэтому нужно максимально добросовестно, ну, не стоит, то есть, понятно, что не будете обманывать в открытую, да? Вы там можете полениться, например, что-то там не посчитать, что-то там не указать, и в итоге получится недобросовестный отчет, в котором просто не хватает информации из-за там, не из-за того, что вы обмануть хотели, а из-за того, что просто поленились, например. А человек, как бы, он же, ну, там, ему может даже взлететь, например, за это, да? Что кто-то из коллег увидит, что не точная информация, и ему нагоняй будет, например. Поэтому вне зависимости от того, как проверяют, нужно, чтобы все было предельно точно. Проверяют везде по-разному. Где-то все дотошно смотрят, а где-то толщина отчета надежно оберегала его от опасности быть прочитанным. Вот. Тут все по-разному, но в любом случае надо все максимально точно и четко делать, потому что большие деньги – это всегда большая ответственность. И там даже мелочь, она может очень серьезную роль сыграть здесь. Слушайте, мне кажется, что звучало довольно демотивирующе, в смысле, что я описал все это, как годы, как Черчилль говорил, blood, toil, tears and sweat. Да, как там крови, тяжелого труда, слез и пота. Ты все это описал в такой бюрократический процесс. Серьезно? Такое впечатление? Тогда давайте, наверное, попробую с другой стороны показать. Абстрагиваться от бюрократизма, хотя он, конечно, присутствует, потому что, ну, опять-таки, крупная компания – это всегда бюрократия. У них там, ну, никуда ты этого не денешься. Но хорошая сторона, что процесс, кроме того, что он бюрократический, он на самом деле очень творческий. Ну, то есть, вам нужно много общаться с людьми, которые у вас работают в компании, ну, там, в вашем НКО, узнавать, а что как происходит, что интересного произошло. И все самое лучшее – аккумулировать и думать, как это можно использовать для того, чтобы получить ресурсы, на развитие вашей организации. То есть, вы такой, как бы, получаетесь в организации магнитом всего самого лучшего. И в этом смысле это очень благостная работа, потому что в благотворенной организации всегда происходит что-то хорошее, вы там кому-то помогаете, что для кого-то собираете. Это, в принципе, заряжает энергией. И это нужно творчески перерабатывать, это интересно. Знаете, как вы там итерациями движетесь от такого чего-то общего и непонятного к какому-то суперскому продукту, который там годами вашу организацию будет кормить, с одной стороны, а с другой стороны просто, в принципе, интересный, прикольный, клевый, он людям интересный. И вы людям про него рассказываете, они такие, ничего себе, я вообще даже не думал, что так можно. И в этом смысле это, конечно, очень круто. Ну и вообще, в принципе, как-то так выходит, что в благотворительности по все стороны баррикад в целом работают люди довольно, не знаю, добрые, что ли. В смысле, что это некая, если человек не очень добрый, то это некая профнепригодность, он просто, скорее всего, не будет работать в благотворительности, ни со стороны благотворительной организации, ни со стороны крупной компании. Хотя разные встречаются, наверное, но я как-то еще не... Продон. Не встречал людей каких-то, которые были бы такие, какие-то, я не знаю, там, хмурые, загруженные, сильно скептичные, но почти не встречал. Есть люди с таким серьезным скепсисом, но он, как правило, обоснован просто потому что у человека много опыта в благотворительности, он видел много проектов, и он сразу видит недостатки в вашем проекте, они всегда будут. Но это тоже, опять-таки, позитивный опыт, потому что вы у других людей учитесь, а как лучше. И можете помочь вашему проекту стать эффективнее. Так что, с этой точки зрения... А как вы относитесь, здесь такая компания, организация планетуры, когда человек имеет свой проект, и с помощью музыкального сайта, да, на сколько это эффективнее? Эффективнее, я же... Это просто две разных... Два разных пути. Сбор денег с крупных компаний, сбор денег со средних... Три разных пути. С крупных компаний, со средних и мелких компаний, потому что в средних и мелких компаниях все совсем по-другому, чем в крупных. И сбор денег с физических лиц. Нужно не хранить яйца в одной корзине, и мы вот сейчас поэтому движемся в сторону сбора денег с физиков, с физических лиц, ну, с простых людей, чтобы, ну, две ноги хотя бы было, лучше всего три, да, табуретка на трех ногах самая устойчивая, потому что три точки определяют плоскость, она, как бы, если ее специально не переворачивать, не упадет. Поэтому просто это разные пути, ну, там, по краудфандингу свои специалисты, вот там, не знаю, Володю расспросите, у них основное количество денег жертвуют физике. Он про это очень много знает, и у него можно этому поучиться. Вот, а я тут на позиции новичка. но отношусь хорошо, если нет. А вы не перечитаете, как вам это делать? Я просто умею это, поэтому занимаюсь. Тут, как бы, всегда важный вопрос, что вы умеете, что вам нравится и что нужно людям, да, вот. это вот тоже к вопросу, а знать себя, умеете находить вот эту точку. Потому что если вы что-то умеете, но не любите, вы просто не сможете этим заниматься эффективно. Вы это или бросите, или вы это будете делать с таким кислым лицом, что никто вам ни копейки не даст. Ну, или там, даст только, чтобы вы отвязались. Если вы любите, но не умеете, то, ну, понятно, все тяжело. А если вы любите и умеете, но это никому не нужно, то тоже тут тяжеловато. Вот, поэтому нужно такой... А вот все эти отделы рекоментированной творительности, они не пытаются в процессе вмешиваться в работу? Вот они дали вам денег, а потом не хватит на какие-то идеи, а не говорят, мы хотим, чтобы вот тут было еще вот это, не знаю, какие-то такие... Они не пытаются вверх на оперативный процесс, да? Ну, они, скажем так, бывают, что они хотят странного. И это вопрос переговоров. То есть, ну, позиция, грубо говоря, никому ни за что не дам вмешиваться в то, что делаю, она удобная тем, что никто и не вмешается, но денег, скорее всего, большего не получишь, если вы вообще будете такие, как бы, принципиальные. С другой стороны, прогибаться в отсе требования тоже не надо, потому что важно понимать, ну, там, доноси до людей, с которыми вы работаете, что это партнерство, и вы профессионал в благотворительности. Вы знаете, как помогать людям, и, собственно, именно поэтому они вам и дают деньги. Если бы они знали лучше вас, как помогать людям, они бы это сделали сами, без вашего участия. Поэтому тут, как бы, важно искать компромисс, вот на каком уровне. Есть в переговорах такая штука, что человек хочет, что он говорит, что он хочет. Грубо говоря, точнее, не грубо говоря, а вот прям предельно четко говоря, интересы и позиция, которую человек декларирует. Разницу я вот, когда веду тренинги по переговорам, объясняю всегда на примере фильма, о чем говорят мужчины. Все смотрели? Нет? Ну, вот в обычной аудитории не сильно православной смотрят обычно все почти. Видели? Там есть эпизод про лютневую музыку. Помните? Кто не смотрел, потом спросите, вам расскажут. Вот лютневая музыка – это позиция, а интересы совсем другие. И в вопросе вмешательства в вашу работу тоже важно понять, а какие у человека на самом деле интересы. Потому что он может вам сказать, слушайте, а давайте сделаем вот это. А нужно ему на самом деле не вот это. Если вы разберетесь, что ему нужно, то вы сможете и ему эффективнее помочь этих интересов достичь. И вреда какого-то, ну там, вреда, не вреда, не знаю, там, сложностей может будет меньше. Но в любом случае вы точнее поймете человека и сможете более эффективно ему помочь. А это важно, потому что чем эффективнее вы этому человеку помогаете и удовлетворяете его запросы, тем дольше он будет выступать вашим адвокатом внутри своей организации, тем больше вы будете получать деньги. Например, мы в 2014 году работали с Ростелеком, получили от них миллион сто тысяч. И вот сейчас кризисный год, везде уменьшение финансирования, очень серьезное. Мы от них получили денег больше, чем в прошлом году, потому что они прямо вот на Комитете по благодателенности за нас стояли горой, и им понравилось с нами работать, и проект мы им предложили хороший, интересный на этот год, и они в итоге отстояли даже увеличенное финансирование. Просто потому что там удовлетворили их запросы по максимуму. Ну, опять-таки, там не идет речь о каких-то там, не знаю, простите господи, взятках или тих того, а именно о том, что связано непосредственно с работой, реализацией проекта. Так. А что делать, если вам в прямом предлагают товарищи, вот, по-моему, дадите денег, а вы нам дадите отказ? Что делать, так если у вас развалившись в их кабинете? Это вопрос того, что вам позволяет ваша совесть. И там, какие конкретно обстоятельства? Мне никто не предлагал такого, и в крупных компаниях мне кажется, малые шансы, что вам это предложат, потому что, ну, важно понимать, там, не знаю, например, с вами работает пиар-директор, например, или там заместитель пиар-директора, и у него зарплата, допустим, там, 400 тысяч рублей в месяц. Да ему ваша взятка, там, благотворительный, там, какой-то, я не знаю, ну, сколько вы ему дадите? Он там вам, например, не знаю, там, выделит на ваш проект миллион, ну, что он там с вас, ну, попросит 200 тысяч, господи, это вот там заработок за две недели, а есть шанс, что его уволят с записью в трудовой. Я говорю, кто его после этого возьмет? Так что, ну, там, шансы ему могут. А, то есть, ну, людей там делят, как бы, безналичные, им интересно выращивать им город с агентом нах, и вот как это стоит? А, то есть, когда компания предлагает обналичить через вас, ну, нам с таким тоже не приходилось сталкиваться, но, короче, я бы отказался. Ну, это, опять-таки, как бы, вопрос, вопрос того, что позволяет вам ваша совесть. Но при этом, там, помимо совести, всегда стоит помнить о том, что если вас конкретно поймают нам в наличке, то вы можете там и в тюрьму сесть. Скажите, а в госкорпорации вы работаете? Ну, отрасли, компас компании. А разница есть? Смотря какая, но вообще, ну, я не знаю, там, вот даже почта России сейчас преобразилась настолько, что ее не узнать. Ну, то есть, там, вот все госкорпорации, которые я знаю неплохо, Сбербанк, например, реально прям вот он, ну, если не знать, что это Сбербанк, про нее не скажешь, что это госкомпания. Он там работает эффективнее многих частных компаний. Там, в Ростерекоме, реально тоже там просто, ну, то есть, когда в 13-м году мы с ней познакомились, я думал, что, о, ну, там, типа, большая компания, да еще и эти телефонные сети, что, как кирдык полный будет. А у них там реально все очень современно, и там сотрудники совершенно нормальные, все хорошо. Я не знаю, есть, наверное, какие-то госкомпании, где все плохо, но вот там такие большие госкорпорации, там, в целом, все неплохо. Да. У нас там, по-моему, уже на такие, да, два ростных компания. А где вот эта вот грань между все-таки вашей благотворительностью и отработкой тех контрактов, которые вы заключаете с компанией? То есть, ваши все-таки сотрудники, которые направлены на благотворительность, они на время работы эти контракты превращаются в сотрудников этих компаний для того, чтобы отрабатывать что-то выжимное им? Или все-таки вы делаете свое благотворительное дело? То есть, ну, с одной стороны, как бы, где, вот, если можно либо считать процентов, да, там, не знаю, ну, там, они оставили на 60% делать то, что делали мы всегда, бесплатно, там, а 30% все-таки пашут на, не знаю, на какую-то контору. или это вообще так не связано, они как делали, так и делают, а это задача ваша, как руководителя понравится, дело выстроить и преподать так, что оно становится непродовольным, оно становится выгодным, и так далее. Понял, да. Тут двоякая ситуация. С одной стороны, действительно, идеальный вариант, когда вы просто, грубо говоря, маркетите это, преподносите это людям в компаниях так, что вам не надо никакие процессы менять. Это там некая идеальная ситуация, к которой стоит стремиться. По факту, в любом случае, когда вы предлагаете какой-то спецпроект компании, сотрудникам вашей НКО все равно придется какие-то непрофильные функции выполнять. Но, именно вопрос баланса, но у нас там почти все свое время работники тратятся, на ключевую деятельность. То есть, понятно, что, например, нам надо раз в месяц делать большой отчет, и это как бы не является ключевой деятельностью. Да, ну, вот как бы берем раз в месяц сделаем большой отчет. У нас вот там с самым крупным спонсором единственное, что было такое, как бы серьезная, непрофильная работа, это мы провели там 22 дома, 22 детских дома за февраль больше 40 арт-классов, которые им нужны были в рамках их пиар-компании, им нужны были там детские рисунки, и мы провели вот эти вот арт-классы, фактически весь февраль над ними работали. Вот это реально было тяжело, но в целом на этом все закончилось. Но это же контакт, существует стоимость контакта, то есть люди получают в рамках этих волонтеров, они согласны отрабатывать деньги, которые на них напрямую не влияют, на их деятельность по отношению к крупным компаниям? Это зависит от того, как построены отношения с волонтерами. Мы тут выступаем максимально прямо и открыто, мы там всем волонтерам, то есть у нас даже специальный сбор был в начале года, где мы там всех, кто захотел прийти, собрали просто так и сказали, вот друзья, у нас ситуация в этом году поменялась, у нас там появились серьезные деньги и у нас сейчас вот там несколько человек теперь работают как бы на полной зарплате. Ну, то есть мы там всем волонтерам прямо рассказали, что происходит, ну, там все нормально отреагировали, то есть это вопрос коммуникации, если люди заранее, ну, если объяснить, что для развития проекта нужно, чтобы люди работали на зарплате, все понимают, что невозможно волонтерскими силами, чтобы там координатор координировал работу там по, не знаю, там, восьми детским домам. Ну, нереально. И для этого нужно, чтобы человек работал на зарплате. Для того, чтобы... У вас сейчас артилы... Ага, да. И вот, ну, в случае, собственно, с арт-классами, там в них волонтеры слабо участвовали, потому что, ну, просто там были нужны только волонтеры-художники. Но мы прицельно волонтеров-художников привлекали, ни у кого никаких проблем с этим не было. Ну, а все-таки, то есть я слышу, что у вас соотношение очень неравномерное. Ты видишь, что там 80-90 люди как делали свое дело вот эту... Да-да-да, конечно, естественно. А благодаря вашим трудам или вашим коллегам, непосредственно, которые готовят заключать контракты, большая часть нагрузки и взаимоотношения с этими конторами ложится, ну, она и есть ваша. А, ну, она... Да, естественно, на платных сотрудников она в основном ложится. На платных? Ну, в смысле, там, на волонтеров, конечно... Ну, даже на платных по отношению к тому, что без денег люди делали добрые дела. Какое вот за отношение? Ну, то есть, вот смотрите, по существу, как бы, да, вот из непрофильных активов, из непрофильной деятельности, которой мы раньше не занимались, вот по этому конкретно проекту у нас, ну, вот, ушел весь февраль, где там сколько-то еще времени на работу с документами по получению авторских прав от этих детей. Остальное все время это, ну, то, чем они занимались бы и так. Вот, то есть, даже если бы у нас не было никаких обязательств ни перед кем, все равно занимались бы обучением волонтеров, поездками в детские дома, работой там с детишками, работой с детдомовскими педагогами и всяким таким. Вот, то есть, основная деятельность, она все равно сосредоточена в этой плоскости. Например, ну, там, что может меняться, может меняться некий фокус. То есть, мы, например, там, занимаемся профориентацией, ну, например, в проекте совместном с Ростелекомом у нас в профориентации просто уклон идет в Телеком. То есть, мы там детей возим на производство Ростелекома, там, на какие-то там на производственные площадки, в МТУСИ в Москве, это там институт связи, в институт Бонч-Бруевича, на там Ростелекомовскую кафедру в Питере. Вот, то есть, ну, просто идет некоторая такая смена профиля. А так, в принципе, ну, там, по сути, это то же самое. Скажите, вообще, в крупных компаниях очень большую долю занимает, ну, планирование и исполнение. В благотворительных организациях, я говорю, я не всегда знаю. Вот, какой процент у вас занимает планирование и исследование? Ему именно в свете общения с корпорацией? Хороший опрос. Я готов, ответ, признаться, нет. Или он создает ситуацию, и вы ее решаете, а потом в рамках этой ситуации входите в планирование? Ну, у нас, смотрите, у нас двумя путями идет. Первый, понятно, у нас там есть в целом тезис на план на год, ну, именно, если говорить о работе, связанной с привлечением средств. Вот, потому что, ну, там, по всей остальной, по ключевой деятельности у нас есть стратегия годовая и тактика по ее реализации. И тут мы, там, стараемся настолько в соответствии с планом действовать, насколько это возможно. То есть, грубо говоря, у нас там был план, чтобы за первый квартал все штатные сотрудники написали по одной статье в, там, в научный журнал или, там, хотя бы просто в какой-нибудь, там, популярный. Но из-за того, что по арт-классам получился реально перегруз очень сильный, стало понятно, что там невозможно в первый квартал написать по статье. Поэтому, как бы, вот этот пункт, например, был снят из стратегического плана. Если говорить о работе именно по привлечению средств, то здесь скорее выделены некие этапы крупными мазками, ну, то есть, грубо говоря, там, сентябрь, началось распределение средств в крупных компаниях на следующий год. Нужно сделать, там, вот это, вот это. И, соответственно, со всеми, с кем мы, там, дошли до какой-то серьезной стадии развития отношений, значит, там, все усилия бросаются на них, чтобы максимизировать шанс того, что... Да, ну, то есть, просто если с кем-то познакомишься в сентябре, то очень мало шансов, что успеешь до момента утверждения бюджетов настолько близко подружиться, что тебя прям вот возьмут в этот корабль. То есть, ну, скорее, как-то так. Здесь такое, скорее, фазовое планирование и, ну, понятное дело, гибкость, потому что, если вдруг какая-то исключительная возможность появляется, то сейчас из нее надо хвататься. Какое впечатление? Если ты не дал пожелание бюджета в последующий год до определенного времени, то дальше уже какой резюм, если появится? Ну, да, да. То есть, с крупную компанию тут, ну, надо прям с сентября, это такой самый сентября по декабрь. Самый важный период. А вот на эти же бюджеты, но они как-то присутствуют другие предприятия на организации. С ними нет какого-то там какого-то там конкретного борьбы там или нечастных методов и вообще ухудшения отношений, потому что, ну, тусовка наша маленькая, все-таки много, вы знаете. Ну, у нас пока не возникало. В будущем, я думаю, наверное, ну, будем решать проблемы по мере поступления. Потом тут же как бы какая ситуация. Это вот, например, я в рекламе работал, и там компания объявляет тендер и навстречу по этому тендеру приглашает представителей агентств. Ты приходишь, как бы садишься за стол, и там за ним там еще сидят там люди из, не знаю, там трех-четырех агентств. И ты сразу видишь других конкурентов. Тут как бы не всегда знаешь, кто там на какую часть бюджета претендует. Это можешь увидеть на сайте, например, что там компания с кем-то работает. А может быть, там этого и нет. И в любом случае, ты не знаешь, сколько денег они получают. То есть, я, например, в Ростерекоме видел как-то подарочный пакетик милосердия. Ага, значит, они с милосердием тоже работают, раз милосердие им присылает подарочные пакетики. Но там в каком объекте, что у них за проекты. И там, скорее всего, проекты это не по детдомской тематике, потому что в милосердии мало работы с сиротами. Вот. Ну, в общем, там, не знаю. У нас пока таких сложностей не было. Так что, не знаю, что сказать. Да. Скажите, пожалуйста, вы участвует в этом проекте, вы получаете зарплату? Или как волонтер? Да. Да, я получаю зарплату. Это проценты от денег, которые я привлек. Я не получаю фикс. Я вот жил на подножном корму и на том, что у меня осталось от предыдущих проектов. То есть, я там довольно удачно, я прям вот, как только уволился из рекламного агентства, я там довольно большой образовательный заказ получил, и он там какое-то время помог продержаться на полу. Время от времени мы с друзьями там образовательные проекты делали, тоже там довольно большие. И в целом этого там как-то худо-бедно хватало, но я, правда, там долгов тоже нахватался на последнем этапе, когда уже было понятно, что там с высокой вероятностью все срастется, но, собственно, денег живых-то еще не было. Вот. Сейчас я, в общем, почти со всеми долгами рассчитался, с большей частью, слава богу. Вот. Ну, то есть, ну, как-то готовиться, или там, не знаю, там по часу два часа каждый день, и как бы не увольняясь, или накопить денег, и там уволиться, и жить на подножном корму, и на накопленных деньгах. Как-то так. Ну, либо заниматься параллельно чем-то другим. Ну, либо, да, чем-то другим еще. Спасибо. И еще у меня один вопрос. Если вы сотрудничаете с одной компанией, на протяжении тридцатых лет, вы хотите спросить на деятельность вообще, или на проект конкретный? И, опять же, если это сотрудничество длительное, эти проекты вы меняете, вы примените другие, или, наоборот, вы строите что-то долгосрочное, то есть, вы оставляете какие-то рамки, и в процессе просто, ну, то есть, вы идете по протокам. Ну, у нас вот с Ростелеком пока, ну, единственное, как бы, сотрудничество дольше года, вот, потому что такие там большие деньги появились в начале этого года. Вот, а до этого мы работали, собственно, ну, у нас там были какие-то деньги с Ростелеком, у нас такое органичное развитие идет проекта, то есть, тоже важная вещь, ну, уже там к сохранению и развитию отношений, имеющие с крупной компанией, что, с одной стороны, безопасно просить деньги на то же самое, с другой стороны, людям там может, там, надоедать, становиться скучно, хотеться развития, поэтому что-то новое вносить тоже нужно. Но, в целом, в том же Ростелеком. У нас, например, в том году было, просто они там спонсировали проведение программы в детском доме и разработку профориентационной образовательной игры в сфере телекоммуникаций. А в этом году уже мы к этому делу подключаем их корпоративных волонтеров, с ним проводим обучение для их корпоративных волонтеров, и они с нами ездят в один детский дом в Москве, один детский дом в Питере, и профориентацию в сфере телекома тоже. туда подключили, вот, как-то так. Ну, то есть, это такое некое органичное развитие. Вы живете в команде? Я так понимаю, что это же не только на моей церкви? Не-не-не, на мне держатся только внешние контакты. Я там занимаюсь сбором средств и поиском партнеров внутри НКО, внутри сектора НКО, там каких-то, я не знаю, экспертов. Ну, вот сейчас мы, например, развиваем тему профориентации, и нам нужны эксперты, я их ищу. Развиваем направление игр и для взрослых, и для детей, ну, чтобы проводить, например, для кризисных семей, там, в интеграционных каких-то лагерях, я тоже ищу экспертов. У нас в Москве получают деньги пять человек, считая меня, и по одному человеку в Нижнем, Питере и Ростове-на-Дону, а Юкатеринбурге. Ну, вот в Ростове-на-Дону и Юкатеринбурге там люди на полставки, а в Нижнем и Питере на пол. То есть в Москве шесть человек? Пять. Включай меня. А, и это основная деятельность, да? Ну, то есть там моя работа, она, в принципе, не требует от меня стопроцентного сосредоточения, но у меня там в силу моего темперамента тяжело только чем-то одним заниматься, поэтому у меня там время от времени какие-то есть проекты, связанные с образованием, ну, или вот как мы сейчас делаем такой развивающий корпоратив. Но для остальных это основная деятельность. Можно еще такой вопрос касательно фоксивации, да? Вы начало об этом говорили. Ну, по сути, профориентация, она никого, ну, грубо говоря, не спасает. Это очень долгосрочный проект, и результаты будут видны не сразу, и, возможно, даже не будут видны. А, как бы, мой опыт подсказывает, что всем хочется результат здесь и сейчас, и причем результата какого-то кардинального. то есть был больной ребенок, вот он не выстрелил. Там, ребенок там был на грани жизни и смерти, он там убедил и болезненно. Как вы доносите, да, и, может быть, какой, не знаю, что нужно в этот флаг? Потому что наверняка со стороны корпораций тоже есть вот это желание здесь и сейчас. Тут двоякий вопрос. С одной стороны, в принципе, во всем, что касается социальной адаптации детей, быстрого результата не бывает. И это не только наша проблема, это проблема всего рынка. С другой стороны, вот даже трояка, я бы сказал, с другой стороны, результат можно оценивать очень по-разному. Ну, то есть там некий, некая идеальная метрика результата, она какая? Ты там берешь статистику по детям, которые выпустились у тебя, через, там, 5 лет после выпуска из детского дома или, там, через 10 лет и сравниваешь со статистикой по таким же детям, вышедшим из такого же детского дома. Ну, то есть, если это, там, московский детский дом удачный, то берешь статистику по московским удачным детским домам и сравниваешь с ней. Если это, там, детский дом в области, я не знаю, там, Свердловской, то берешь статистику по Свердловской области, сравниваешь с ней. И говоришь, ну, вот, смотрите, у нас, там, 60% нормально адаптировались к жизни, а вот, там, в среднем 0% нормально адаптировались к жизни, и у нас эффективность в бесконечность раз выше. Вот. Но это, там, то, чего, на самом деле, очень тяжело получить, в смысле, что мы там существуем с 2010 года, к метрике как-то серьезно начали подходить только с прошлого года, и просто у нас еще не накопилось статистики, с одной стороны. С другой стороны, вот там человек готовится к Олимпиаде, например, допустим, он там, не знаю, тягает штангу, и для него некий там результат объективный, это там, какое место он занял на Олимпиаде. Но это очень большой отдаленный промежуток, и он до Олимпиады как-то тоже должен оценивать результат, и он смотрит там, не знаю, вот там столько-то в толчке, например, смог поднять дальше, вот там столько-то. То есть такая некая промежуточная майлстоуна, которая не коррелирует, ну не знаю, прямым образом с результатом финальным, ну или, например, не знаю, там вот борьба, наверное, лучше, пожалуй, чем толчок, потому что в толчке тут результат объективный, если он 250 взял в толчке на тренировке, так он там примерно столько же на Олимпиаде возьмет, а вот, например, там по борьбе, да, тут объективно уже так не померяешь, но все равно видно, да, что он там, например, всем проигрывал, когда начал тренироваться, потом начал проигрывать не всем, потом начал в большей части боев выигрывать, а потом вообще уже у него никто не может победить, там, не знаю, там сначала в районе, потом там в области, потом в республике и так далее. Здесь похожа та же вещь. Промежуточные результаты как-то мерим, они не являются стопроцентно объективными, но они там какую-то картинку уже дают. Мы рассказываем об этом, с одной стороны. С другой стороны, у компании свои результаты. Компания, с одной стороны, хочет помочь детям, с другой стороны, им важно результаты для своей компании получить. Здесь мы рассказываем о том, как они свои результаты для компании получат. И там апеллируем к тем исследовательским данным. которые есть, насколько эти данные применимы в наших условиях, всякое такое. Я попробую сначала глубже понять, почему он именно это хочет, и когда пойму достаточно глубоко, пойму, можно ли это как-то сконнектить с нашей основной деятельностью. Если можно, то сконнектим. Если нет, то я позвоню Митю Орешковскому, скажу, Митя, слушай, вот есть чувак, знаешь кого-нибудь, у кого пингвины способны бордюрные камеры раскрашивать? Ну и если знает, то просто передам этот контакт. У меня такой вопрос, сбор средств и поддержка контактов на тюре, да? А другая команда, на чем занимается? Другая команда занимается непосредственно деятельностью ключевой, то есть поездками в детские дома, работой с волонтерами, развитием научной части. То есть, по сути, есть в андроиде. Ну вот вопрос, Василий, поднимался по поводу суммы, которая компания прошла. А, да, ну вот у нас, ну там, какие суммы, в принципе, можно привлекать, зависит от бюджета компании. Мегафон, например, там в 2014 году потратил 150 миллионов рублей на благотворительность. У нас, ну там от Ростелекома, например, в этом году получаем миллион триста, от нашего крупнейшего спонсора, девять с половиной миллионов. Как разговор об этом строится? Как это? Ну там... Вы? Есть. Нам нужно 8 миллионов, или как? Ну, несколько возможностей есть. Во-первых, есть рейтинги того, сколько компания тратит на благотворительность, и их бюджет-гросс можно узнать из этого рейтинга. Во-вторых, вот что касается конкретно того бюджета, который компания может дать вам. Вы там, если знаете общий бюджет компании, то вам проще как-то подстроиться. Ну, в смысле, что вы там можете предлагать что-то на суммы, которые они могут себе позволить. При этом, там, не так, чтобы с запасом могут позволить, да, там, не рубль попросить, например, о сто, если вы знаете, что у них общий бюджет тысяча. Дальше, в любом случае, вам дают деньги подо что-то. Вам не дадут так, что просто вот, нате, там, сто рублей, используйте, как хотите. Ну, то есть, вот у нас так со сплатом было, но, как бы, реально, это единственный такой опыт. Вам, скорее всего, скажут, ну, покажите смету, вот что вы на эти деньги сделаете. И вы прямо, там, честно показываете. Вот, смотрите, вот, там, на сто рублей мы сделаем вот это, вот это, вот это. На двести рублей мы сделаем вот это, вот это, вот это. На пятьсот рублей вот это. На тысячу мы вам еще цветочек подарим. То есть, вы заранее вот эту смету, да, составляете? Да, 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 конечно, да. Причем это происходит, ну, несколько вариантов сметы, причем это происходит в несколько итераций, потому что они такие, ой, не, ну, вот это нам не интересно. Так, ну, не, слушай, ну, вы понимаете, что это вам не интересно, но без этого не получится. Если у нас не будет исполнительного директора, то некому будет управлять командой. Простите, пожалуйста, ему тоже нужна зарплата. Хотя, как бы, он вам и не интересен. Ну, вот, условно говоря, а что-то наоборот, там, чем-то придется поступить, чем можно, например, да, ну, какие-то там вопросы переговоров и компромиссов. Ну, в целом, да. Получается, это смеха, это какой-то спонсорский пакет, да, то есть мы приходим как-то, вот сейчас мы спросим, у нас все требуют спонсорский пакет. Вы можете по-нибудь насказать? Мы просто опоздали, не рассказывали. Это на самом деле про спонсорский пакет. У меня сложные отношения с этим, потому что я привык работать, исходя из сметы на расходы, а не из того, что мы там говорим, что вот, как бы, вот столько денег и все. Это там, ну, для меня непонятная область, поэтому я не знаю, что ответить. Вот, мы обычно просто приходим, говорим, вот там, мы можем сделать вот это, это будет стоить столько-то. Вот, дайте нам на это, пожалуйста, денег. Ну, вот, я не знаю, но обычно, как бы, из того, что я слышал, как бывает, что там, условно говоря, есть там некий спонсорский пакет генерального спонсора, там, там еще какого-то, ну, несколько разных видов спонсорства, и там написано, что с пиарной точки зрения компания получает. То есть там, это-то, например, там, перетяжку на входе на мероприятие, там, вот это, это, это. То есть вот скорее такого плана, чем некая смена. Ну, вот у нас как раз ситуация, что мы некрупная компания, которая на слуху, и мы поэтому, ну, то есть, я не знаю, там, какой-нибудь фонд «Подари жизнь», ему легко сказать, что вот вы, там, становитесь спонсором, мы проводим в олимпийском мероприятии, и мы ваш баннер повесим над входом на мероприятие, потому что туда придет 20 тысяч человек, и вот, как бы, 20 тысяч человек увидят, и это нам стоит столько-то. Ну, мы там проводим благотворительный балл, не знаю, туда придет, там, 300 человек, например. Ну, это, там, с точки зрения каких-то пиар-материалов, это никого не интересует. Вот, от того, что там, ну, увидят, там, люди перетяжку, 300 человек, это, там, на рекламном рынке эта услуга стоит, не знаю, там, тысячу рублей, например. Тут, ну, надо от другого плясать, от другой выгоды, не от того, что там триллион людей увидит, а что-то другое искать. Вот. Вы начинаете с того, что вы узнаете контакт, и вы с вами, это не удивляет человека, да, то есть, как найти того человека, которого вызовет вопрос, что вы обращаетесь к нему по поводу благотворительности. Вопрос понятен. Я стараюсь знакомиться лично на конференциях или еще как-то. Это, ну, просто лучше, потому что звонков с предложением дать денег на что-то, их много, и в такой ситуации ты просто еще один человек в какой-то массе. То есть, если уж нет вариантов познакомиться с человеком лично, то хотя бы надо найти кого-то, кто порекомендует. Ну, желательно. Вот, чтобы сказать, а я вот звоню от Васи. Он такой, ой, от Васи, вот это да! Ну, хоть так я про Васи услышал, а то 20 лет уж не виделись. Вот. Ну, так просто эффективнее. Можно и просто звонить холодными звонками, оно просто эффективность ниже. А что за конференции как-то попали? Да дофигища же. Я знаю, что все, многие конференции, мне доводилось бывать там по металлургии, так далее, они закрыты. И если действительно, это не попадает туда и случайно, каким-то, ну, по какому-то поводу, но не связанным с конференцией, или еще что-то, как-то попали? Ну, в основном, это конференции тематические, связанные с социальным сектором и благотворительностью. Их довольно много. Они или вовсе бесплатные, или недорогие. Все эти фирмы ходят на эти конференции? Кто? Да, да, да. Отлично анонсируются эти конференции. Ну, посмотрите, что проходит в Москве. Просто, не знаю, конференция, благотворительность в Гугле забить. Я об этом обычно узнаю из Facebook от знакомых. Не знаю, куда стопудово надо ходить, это конференция ведомостей по благотворительности. Ну, вот Добро МОЛУ проводил, и все равно, что действительно. Да, вот туда, вот. Вы представители, ну, я там был, и в советский вопрос, мне что, хотите к каждому по бейджику учитываться? Да. И как только бейджик тебе нравится, говорите, хочу с вами познакомиться, дайте визитку. Да, ну или другой вариант, просто на кофебрейке подходить за стол. Ой, здрасте, вы не возражаетесь ли я тут к вам? А, кстати, чем вы занимаетесь? Расскажите, что мы прям не в пустую чай пили, а прям вот с обоюдной пользой. Вдруг друг другу пригодимся. Ну, как-то так. То есть тут надо быть общительными без комплексов. А еще я делаю вот так. Всегда дают раздатку какую-то, и там есть фотографии спикеров и описание. Я вычленяю интересных людей, с которыми хотел бы познакомиться, фотографирую на телефон фотографию и должность этого человека, и время от времени пролистываю. У меня просто плохая память на лица, если у вас хорошая, то можете этого не делать, так запомните. И время от времени пролистываю, когда там вожу глазами по толпе, и там пытаюсь к таким людям подходить, знакомиться. Да. То, что вы рассказываете, в принципе, очень похоже на работу в рекламе, а на работу в рекламе. А есть какие-то принципиальные ответы? Да. В рекламе гораздо труднее продавать без взятки. Там реально очень коррумпированный рынок, и там совсем другие суммы. Ну, то есть, там, например, опять-таки, вот там тот же директор по маркетингу получает, например, там, не знаю, там 600 тысяч рублей в месяц. Но контракт, который он с рекламным агентством заключает, он, например, там, не знаю, на рекламный бюджет 200 миллионов рублей в год. И там, получив откат, там, не знаю, там в 1% от этой суммы, он уже, в общем так, неплохо может приподняться. Вот. Поэтому в рекламе мне очень тяжело было, потому что я там принципиально не настроен был на взятки, а тут, как бы, не тяжело. То есть, такое безобразие нет? То такое безобразие нет, да. И люди в целом лучшие душевные. Если это там содержательно по работе говорить, то... В рекламе очень устоявшийся рынок, и там очень много шаблонных продуктов, и поэтому там большее значение имеет, вот, залез в сранши и копатель, и копаешь. А тут нужно больше персонализированного подхода, подготовки индивидуальных предложений и всякого такого. То есть, ну, там, в рекламное агентство идет, например, креативный тендер, и там просто ты там пришел, познакомился, все узнал, правильные вопросы задал, с этими вопросами пришел к креативщикам, их пробрифовал, и они работают. Здесь нужно работу креативщиков выполнять самому, нужно придумывать, что ты будешь предлагать, как ты будешь предлагать, а в чем интерес компании, вот, глубже вникать, потому что там тебе выдали бриф, и там написано все сразу, что там маркетинговая цель такая-то, ключевые преимущества продукта такие-то. Здесь никто бриф не выдаст, его нету. Вот, поэтому тут, ну, такой исследовательской, что ли, работы и креативной работы гораздо больше. А события вы креативите, или ваши соперники с кем вы работаете? Все вместе, и партнеры, и мы, и сотрудники, это очень тяжело отделять, и даже не надо отделять. То есть, вообще, функция менеджера в чем? Getting things done, чтобы вещи были сделаны. Кто их сделает, как сделает, ну, в смысле, как важно, кто сделает, не важно, важно, чтобы они были сделаны. Обычно сделать там, по чуть-чуть этот идей предлагают, чуть-чуть это предлагают, только как такой плавильный котел, который все собирает и там совершенствует, адаптирует. Ну, все-таки, вот, я слышу этот вопрос, в контексте того, что я спрашивал, события у вас креативятся под спонсора, или все-таки спонсор подстраивается под вашу благотворительную базовую деятельность? И так, и так. Ну, в смысле, что там, так или иначе, всем приходится подстраивать, ну, то есть, нам приходится предлагать нашу благотворительную базовую деятельность, потому что мы, например, не можем подстроиться под акцию, которую хочет, там, потенциальный спонсор, например, не знаю, там, по спасению крокодилов. Мы не можем наших детей из детских домов взять и повезти, спасать крокодилов. Совсем не наша сфера деятельности. То есть априори все проекты, которые идут, они связаны с детскими домами, социальной адаптацией детишек. При этом часть мы предлагаем проактивно. Мы понимаем, что интеграционные летние школы, например, это хорошая тема, в которой учатся и обычные дети, и дети из детских домов. Это интересная история. И вот мы на следующий год под них будем собирать деньги. Например, будем предлагать спонсорам с одной стороны. С другой стороны, если в разговоре со спонсором всплывет, что ему нужно что-то, что он готов дать деньги на что-то, связанное с детскими домами, что подходит под нашу деятельность, но чем мы еще не занимались, ну или там мало занимались, но что нам в принципе интересно, то мы за такой проект тоже возьмемся. Ну то есть вот опять как там случилось с этой арт-терапией. Ну то есть тут просто надо все плюсы и минусы взвешивать и оценивать. Ну и экспериментировать. Потому что так иногда очень все неожиданно. Ваша слава на следующий год. Чего бы вы хотели в следующий год помечтать? Ну мы хотели бы сохранить, во-первых, отношения и бюджет, которые у нас есть в этом году. А так вообще у нас, если из разряда помечтать, то мы хотим открыть программу по обучению педагогов из детских домов лучшим методикам работы с детьми-сиротами и туда включить как нашу программу, так и другие лучшие практики, которые есть сейчас на рынке благотворительности, и наставничество, и какие-то просто в принципе подходы передовые, которые в этой сфере существуют. Но это такой наполеоновский план, потому что педагоги в детских домах в основной своей массе очень не заинтересованы. Или люди, которые приехали заработать денег, или перегоревшие очень часто. И те, кто готов прям чему-то новому учиться, очень мало. Но это прям такое стратегически важное направление, потому что вот эта экология детского дома, она душит все. То есть мы там два раза в месяц к ним приезжаем, и это забивается дальше этими сорняками, которые там в детском доме растут. Вот. И другое важное направление, это то, что мы тоже опять-таки делаем, это объединение усилий разных НКУ, которые работают с детскими домами. Вот, собственно, почему мы начали исследование проводить, в котором там выяснилось, что там какие-то стритрейсеры приезжают детишкам к детям из детских домов. Потому что часто несколько организаций работают в одном и том же детском доме, даже не знают друг о друге. А так можно скоординировать программу. Ну и опять-таки разные, как бы, условно говоря, услуги нужны детям, да, что там им... Нужен, например, наставник, им там же нужны социальные навыки, то, что мы делаем. Ну, там, лучше всего это, чтобы их усыновили. И тут очень серьезная синергия. Возможно, это для нас важный план, потому что, ну, например, там, те, кто занимаются усыновлением, измени одну жизнь, например, они плохо знают детей, потому что у них нет возможности хорошо узнать детей. Они там с ними снимают ролики. И мне вот Юлия Юдина как раз жаловалась, что, ну, нет возможности хорошо их узнать. И родители, поэтому, там, процедура построена так, что очень неудобно родителям выбирать детей, они не могут подобрать того, кто им подойдет лучше всего. И поэтому там 40% отказов. Вы представляете себе, да, что ребенок там так ждал, что вот возьмут-возьмут, и в 40% случаев его потом возвращают, это просто катастрофа. Это, ну, лучше бы и не брали. Вот, а мы как раз хорошо знаем детей, и здесь вот какая-то синергия, возможно. Ну, там, с поставниками вообще она совершенно понятная. Мы там вот здесь работаем в одном направлении и просто друг друга усиливаем. Есть там еще, не знаю, там, условно говоря, там, помощь в поиске работы. Есть там, например, фонд Рауль питерский. Они со следующего года начинают работать в Москве. Мы там по Питеру уже начинаем с ними работать. Есть постинтернатное сопровождение. Итак, помните, была эта реклама с ЛПДИНа, что ли, там такие две стрелы выпускали в боль. И вот они как бы, так как там два действующих вещества, то эффективнее. Здесь вот тоже объединяя усилия, можно очень сильно повысить эффективность. Грубо говоря, лучше там, вот, всем вместе взять, там, не знаю, 5 детских домов, чем все возьмут по одному. Будет 25, но таким тонким слоем размазано. И потом все равно там эффективность будет невысока. Тогда вы берете на себя управление образованием? Ну, мы, это для нас там органичное направление развития, потому что мы, как я уже говорил в начале, поглотили МАМИ дружественные. Это там универ на 20 тысяч студентов. И очень мощную реформу там сейчас проводим. Поэтому у нас там компетенции для управления образованием, они есть. Это там большой, тяжелый проект. И сейчас тоже под него в том числе ищем спонсора. А свой детский дом не планируете? Открывать? Нет. Мы тут вот предыдущий рисунок, который здесь был, да, любим, умеем, полезно. Вот мы умеем управлять образованием и делать образовательные игры. Это наша ключевая компетенция. Собственно, у нас там все построено вокруг или одного, или вокруг другого. Потому что мы там делаем образовательные игры для бизнеса, образовательные игры для школьников, образовательные игры про науку, образовательные игры на социальные навыки. Свой детский дом, ну, лучше пусть, не знаю, там, Ольшанская, например, откроет. Мы так всегда за то, чтобы помочь в этом. Но это не ключевая наша деятельность. Много волонтеров? Если брать с учетом развитых помощников, то я думаю, что во всех регионах, человек, наверное, 400, а так активное ядро, я бы сказал, человек 100. Ну, то есть у нас сейчас 30 детских домов, и мы стараемся сделать так, чтобы в каждой ездила более-менее постоянная команда из, там, трех-четырех человек. Ну, то есть, получается, такое активное ядро, которое регулярно ездит в детский дом хотя бы, там, раз-два раза в месяц, это в районе 100 человек. Ну, там, очень много людей, которые, там, ездят, там, ездят, там, раз в квартал, раз в два месяца. Спасибо. Спасибо. Спасибо.